приветствую всех на канале сегодня у нас необычный конструктор у нас фотоаппарат фотоаппарат этот не электронный как привычный сейчас который установлен мобильниках и разных фотоаппаратах современных это пленочные пленочные фотоаппараты вроде бы как ушли в прошлое но есть интересные вещи как например вот есть посмотреть эту сторону мы увидим ряд фотографий свое время в советском союзе был такой завод лома ленинградский оптико-механическое объединение и вот лома выпускал разные аппараты в том числе доступные все они были пленочные и вот наиболее доступные фотоаппараты они давали характерные искажения вот на этих фотографиях она видно да вот по краям такой это связано с тем что очень плохая оптика была на них вот когда это иностранцам попала в руки фотоаппарат они восхитились вот ничего такого подобного вот этими искажениями не видели трудно сделать это фотошопе вот и пошла такая волна как ломография и вот эти вот аппараты пленочные именно пленочные стали популярными именно в волне ломографии поэтому я решил тоже к этой ломографии значит прикоснуться потом все-таки это прошлые пленочные это ностальгия пленочная техника и все это забывается вот вот такой конструктор есть можно собрать фотоаппарат никогда не собирал фотоаппараты вот давайте попробуем собрать такой фотоаппарат а вот Продолжение следует... 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 Чтобы было видно... Продолжение следует... 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 зеркальный фотоаппарат и стоит дорого сложнее а это простой такое и принципе раньше получали очень качественные снимки еще потому что использует более широкую пленку к сожалению этот использует 35 миллиметровый а используя больше и более широкую пленку и там можно было прямо с пленки выводить на фото бумагу значит фотографии теперь здесь у нас что вот это позволяет значит складываем резкость наводится вот по визеру то есть чисто визуально смотрим туда и с помощью вот вращения вот этих шестеренок получается изображение тут и объектив съемный так там линзу вытаскивайте и зависимости от того насколько расстояние какое вы хотите фотографирует допустим удаленные предметы то надо вот это там добавку убрать то есть чтобы могли сфокусировать это отверстие для подключения трипода или для съемок как говорится салфи так тоже есть такая возможность это перемотка пленки пленку мы перематываем каким образом значит пленка очень заряжается с этой стороны стильный вот здесь кассету ставим 35 миллиметров кто-нибудь не застал этого пахло значит нужно еще посмотреть эти то есть как пленку заряжается но обычно продается готовые уже кассета значит и суда ставим вот это счетчик то есть превращение с 35 миллиметров вот видите это специально сделан счетчик для того чтобы мы могли отмотать необходимое количество на следующий кадр чтоб кадры друг на друга не наезде ехали наезжение наехать кадр на кадр тоже возможно это обратная перемотка когда у нас пленка закончилась мы уже закончил мы почувствуем когда мы мотаем дальше уже он не движется тогда мы начинаем обратно перематываем к сожалению счетчиков кадров тут нету слишком простой аппарат все это закрываем фотографируем затвор съемок выдержка одна единственная другой выдержки нету начну фокусное расстояние регулировка только вот сменой вот так убираем эту штучку лишнюю и фокусное расстояние так у нас меняется вот ну что тут еще ну принципе все ремешок можно очень интересная опция тут ремешок ремешок комплекте нету мы можем ставить ремешок в принципе фотоаппарат я думаю работает пленки к сожалению сейчас и дорогие и трудно их найти вот но по эксперименте это очень интересно особенно хорошо было бы есть найти черно-белые пленки и сделать фотографии из прошлого как мы раньше делали процесс довольно-таки непростой создание в домашних условиях фотографий по старинке то есть через проявитель закрепите нужен фотоувеличитель и так далее вот спасибо за внимание